Здравствуйте! Приветствую вас на канале Просветок. Ко мне часто обращаются с вопросами, что замучила тля. Как она появляется на наших участках? Откуда она прилетает? Давайте будем разбираться, есть ли какие-то эффективные способы борьбы. Значит, надо помнить, что тля – это насекомое, и даже в Белоруссии где-то известно 26 видов тлей. Чем они отличаются? Тли бывают листовые, это более распространенные тли, ну и они бывают и корневые, на корнях тоже бывают тли, менее распространенные. Ну, листовая тля все знают и многие замечали. Она есть, конечно, специализированная. Есть тля бахчевых культур, которые, например, повреждают еще бахчевые культуры, тоже те же арбузы, огурцы повреждают, тыквы повреждают. Есть тля, которая повреждает бобовые культуры, есть тля, которая повреждает свеклу. Видели вы кровяную тлю, которая повреждает листья смородины. Многие замечают сдутие на смородине красное, недоумевают, не знают, что там находятся уже маленькие-маленькие тли. Откуда наберутся? Значит, тли в природе существует много, и тля зимует в виде яиц. Черные точечки вы могли видеть на своих молодых побегах. Яблони, розы. На концах молодых побегов видны черные точечки. Это есть яйца тли. И они зимуют, переразимовывают, весной выводятся маленькие тли. Ну и что интересно, что тли начинают выводиться, когда становится температура плюсовая, то есть во второй половине мая. Яиц откладывается много, и что получается? Тля выводится, через 12 дней она уже способна, после того, как она вывелась, она уже способна опять откладывать яйца. Вот почему тлю трудно истреблять на наших участках. Она уцелила одна тля, отложила яйца, и новое поколение опять, ну как бы, уже появляется. Ну, бороться с ней, конечно, можно. Такое насекомое, такое уже, это самое, ну, есть у него мягкие места, то есть уязвимые точки. Есть уязвимые точки у этого насекомого, и с ней можно бороться. Ну, бороться можно простыми народными способами. Я назову вам несколько простых способов, которые помогут бороться с тлей на своем участке. Причем способы эти действенные, проверенные, и они вам понравятся. Ну, самый первый способ, что берем 300 грамм хозяйственного мыла, или 100 грамм дегтярного мыла. Натираем на крупной терке, заливаем теплой водой, размешиваем, опрыскиваем наши посадки. Следующий состав, который также поможет против тли, это 300 грамм прощейной золы. Заливаем кипятком, и после этого выдерживаем 2 часа. Выдержали 2 часа, процедили, и опять же опрыскиваем наши растения, там, где имеется тля. И что есть в составе? Тоже очень простые, очень действенные, которые всегда вас под руками. Это 1 килограмм картофельной ботвы, или полкилограмма ботвы помидор. Мы берем, посуду складываем и кипятим. Кипятим, значит, закипело. 10-15 минут томим на медленном огне. После этого даем настояться 1 час. Разбавляем до 10 литров воды, полученный отвар. И опять же опрыскиваем против тли. Можно с этой целью, конечно, использовать и корни конского щавеля. Но там надо всего лишь полкилограмма корней конского щавеля. И опять же обрабатываем против тли. Ну, во всех случаях, для того, чтобы наши растворы лучше работали, и более эффективно уничтожали тлю, они должны задерживаться на листьях. А это что мы сделаем с помощью чего? С помощью обыкновенного хозяйственного мыла. Жидкое хозяйственное мыло 40-50 миллилитров на 10 литров воды. Добавляем растительные растворы. И значит, раствор будет держаться, и наша тля будет побеждена. Но не забывайте, что тля очень быстро адаптируется, потому что каждые 5-7 дней вводится новое поколение. Новое поколение, и они как быстро адаптируются к любой обработке. Поэтому чередуем. Если мы один раз обработали тлю золой, значит, второй раз мы обрабатываем ботвой помидор. Потом, опять же, хозяйственное мыло мы обработали, потом уже будем наприконским щавелем, то есть чередуем. Если не хотите использовать вот эти народные средства, которые я назвал, которые действительно эффективны против тли, вы можете использовать антивредитель профит. Развели антивредитель профит, и опять же опрыскиваем наши посадки. Но опять же, для лучшего прилипания мы добавляем хозяйственное мыло. Обработали, это будет также действенный способ борьбы с тлей. Поэтому, если вы победите тлю, значит, ваши посадки будут чисты, и будут радовать вас хорошим урожаем и цветами. Почему? Потому что вы уже, наверное, замечали, что если тля поселяется на растении, значит, она просто сосущая насекома, она прокалывает листья, выделяет в них яд, листики начинают скручиваться там, где тля, и потом буреют и засыхают. А раз засыхают, значит, уже листья выполняют свои нужные функции. Но не забываем еще, что помогает тле в наших садах распространяться. Это, конечно, муравьи. Муравьи помогают ее активно разносить по нашим плодовым деревьям. Поэтому бороться с муравьями также необходимо. Но способ борьбы с муравьями уже названо было очень много, и в моих роликах, и в других роликах. Поэтому используйте эти способы, эти способы действительно помогают. Но помните о том, что из яиц тля появляются не одновременно, а постепенно. То есть не все яйца наклевываются и выводятся тли. Часть тлей остается опять же в стадии яйца, как бы более благоприятных условий, ожидая. Ну и дальше, знаете, что так, как распространяется тля. В начале лета, то есть в июне месяце, среди этой тли, которая живет на ветках, появляются крылатые особи. Появляются крылатые особи, эти особи начинают разлетаться. Разлетаться по другим посадкам, это раз. И вот эти особи некоторые доживают до осени. Осень откладываются яйца, которые уходят в зимовку. И где зимуют обычно тля? Тля зимует в форме яиц, я уже сказал. Но есть растения, которые особенно ей любимы. Чаще всего это лебеда, любимый сорняк, где откладываются на зимовку яйца тли. Потом из садовых растений это жасмин или чубушник, калина. Вот эти культуры очень любят тли и там откладывают яйца. Даже если они будут, ну, они весной появляются на этих культурах, а уже потом из этих культур перелетают, соответственно, наши культурные растения. Вот откуда тля появляется в нашем участке. То есть она может в природе зимовать, а потом прилететь на наши участки. Ну и тля, насекомая очень интересна тем, что она может откладывать яйца без оплодотворения. То есть откладывать яйца, и они все жизнеспособные. Поэтому способов приспособления к жизни ее много, но избавиться на участке от нее можно. Чего вам буду и желать. А так, если понравился мой рассказ, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Про цветок, заходите в наши магазины. А вам чистых посадок от тли на своем участке, чтобы вы забыли, что есть такое насекомое. До свидания.